СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Во время перевода стрелок на саратовское время поговорим сегодня с врачом-психиатром областной клинической больницы Анастасией Александровной Одиноковой. Доброе утро! Доброе утро, Анастасия! Вот у нас есть сегодня злободневная такая тема. Буквально вчера вечером Государственная Дума приняла закон о том, что в Саратовской области переведут стрелки часов на час вперед, 27 ноября. Вот скажите, с медицинской точки зрения, как это скажется на здоровье людей, ну вообще, и как это повлияет на сон на наш? Ну, вначале это, естественно, такой переход, нарушит весь наш установившийся режим сноободрствования, будет, конечно, так называемый недосып, нам будет тяжело, но понадобится, ну я думаю, что в основном большинству неделька, максимум две, для того, чтобы перейти в новый режим и установить правильные биологические ритмы, вернуть их в правильный. Ну то есть ничего по сути не изменится, только две недели у нас будет, ну, такое немножко дискомфортное ощущение. И это время на адаптацию. А сколько вообще часов нужно спать, рекомендован? Сколько минимум и, может быть, какой-то максимум? Ну вообще, здоровому человеку для физиологической потребности требуется от 6 до 8 часов сна в сутки. Если человек спит менее 6 часов, и это происходит системно, ну то есть он прям вот неделю спит, максимум там 5 часов, у него происходят какие-то изменения физиологические в организме, или он просто психологически чувствует себя разбитым? И в той и в той сфере происходит нарушение, потому что мы становимся более вялыми, у нас снижается очень сильно работоспособность, снижается память, вообще наши умственные функции, ну, скажем так, летят в тартарары. И для здоровья, и, естественно, для психики это очень вредно и тяжело переносить. А вот я знаю, что существует несколько фаз сна, вот расскажите поподробнее. Выделяют две основные фазы сна. Это медленный сон и быстрый сон. И они составляют общий цикл. И у здорового человека за ночь происходит от 4 до 6 циклов. А, то есть они меняются, да, периодически повторяются? И в какой фазе мы высыпаемся? Или в какой фазе мы, например, там, видим сны? Ага. Сны, вообще считается, что сны больше соответствуют фазе быстрого сна. Хотя по последним исследованиям мы можем видеть сны и фазу медленного сна, но они не такие национальные и яркие. А вот есть люди, которые уже на протяжении года, наверное, не видят совершенно снов. Ну, просто в моём окружении даже то греха-то идти, я тоже редко вижу сны. Говорит ли это о каких-то изменениях в организме? Возможно, действительно, мало спимая фаза вот этого быстрого, ну или медленного сна, который сейчас выясняют, где именно мы видим сны, она пропадает, просто её нет. Нет, ну, очень часто люди снов просто не помнят. Если разбудить человека в быструю фазу сна, он прям очень подробно расскажет свой сон. Но если человек, не видя сновидение длительное время, но при этом хорошо высыпается, это не значит, что есть какая-то патология. Ну, то есть сновидение, это не является каким-то индикатором того, чтобы не сон. Нет, ни капли. Они просто больше свойственны яркие сновидения детям и людям очень впечатлительным, творческим. Вот и всё. Эмоционально, да? То есть если вы не видите сны, вы просто не впечатлительны. У вас мало чего можно удивить, порадовать и впечатлить. Всё предельно просто. Мне кажется, ещё очень важный вопрос. Где мы спим и в какой обстановке это происходит? Кто-то зашторивает комнату так, чтобы там была абсолютная темнота, выключает всё освещение и прям в абсолютной темноте погружается в сон. А кому-то необходимы маленькие источники света. Будь то дневной свет какой-то, либо электрический свет. Вот вы как считаете, в каком состоянии лучше засыпать и лучше высыпаться? Ну, вообще, я бы сказала, что лучше обеспечить себе затемнение комнаты, потому что именно в тёмное время суток при отсутствии освещения у нас вырабатывается гормон сна мелатонин, который отвечает за глубокий, хороший, правильный и полноценный сон. Но, опять же, каждый человек индивидуальный. Нужно смотреть по своим потребностям организма. Если вас всё устраивает, высыпаетесь, то почему бы и нет? Ну, то есть мелатонин как раз способствует тому, что человек отдыхает во время сна. Если, например, будет светло в комнате, он не погрузится глубоко, в глубокий сон не войдёт? Скажем так, фаз глубокого сна всё равно войдёт, но сон будет не таким полноценным и не будет приносить вот того чувства отдыха, как правильно. И вот здесь возникает вопрос. Есть люди, которые работают ночами. То есть у них такой график, что они, предположим, в 10 часов вечера приходят на работу и в 5 уходят. Насколько известно, мелатонин как раз-таки вырабатывается в определённое время, в ночное. У них его нету? Или что? Или, может быть, биологические часы у них просто перестраиваются, и у них своё время? Если это регулярно, то, конечно, да, биоритмы, они и нарушаются, и перестраиваются. Надо просто компенсировать в дневное время. Если это систематически, то, конечно, человек должен, скажем так, свои биоритмы подстроить. То есть в определённое время и днём тоже ложиться. Но единственное, нужно заставить окошки, чтобы в комнате было темно, уютно, тихо и спокойно, чтобы человек хоть как-то компенсировал недостаток. Вот ещё такой момент. Сон, вы сказали, продолжительностью от 6 до 8 часов. Можно ли это время дробить? Предположим, поспать 4 часа ночью, поспать 4 часа днём и получить такой же качественный сон. Прерывать его можно или нет? И вообще полезно днём спать? Днём спать... Напрасно. Вы тратите много рабочего времени, когда спите днём. Ну, учитывая, да, наш постоянный режим работы, мало у кого есть возможность поспать полноценно днём. Хотя какой-то перерыв на дневной сон, чтобы восстановить силы, хотя бы в течение получаса, полезен. А так... Дробить сон не стоит? Дробить сон... Лучше нет. Лучше получить полноценный сон, в котором будут все фазы, которые глубокие и неглубокие сон. И ещё и сновидения, посмотрите, какие-то, чтобы не скучно было. Есть такая вот какая-то новая теория о том, что нужно спать, там, не знаю, 2 часа не спишь, 15 минут поспал. 2 часа не спишь, 15 минут поспал. Это эффективно или это вообще нарушает вообще все биоритмы, и это совершенно неправильно? Я думаю, что это всё-таки нарушает. Конечно, в эти... А как ты за 15 минут можешь выспаться светом? Ну, это, например, когда к экзаменам готовятся студенты или школьники, они вот так вот учат, учат, учат 3-2 часа, потом 15 минут перерыв поспать, потом опять учат. Так ты же не проснёшься. Это совсем неэффективно, потому что, опять же, нарушается работоспособность, и такой студент, придя на экзамен, даже зная материал, просто может растеряться, забыть всё. Перед экзаменом или перед каким-то сложным мероприятием, когда придётся выступать, лучше как следует отоспаться и не мучить. То есть 8 часов как раз. Да. Что делать, если ты страдаешь бессонницей? Если вот со сном не дружишь совершенно. То есть ты пытаешься уснуть, а у тебя не получается. Ты начинаешь заниматься какими-то делами, понимаешь уже просто физическое истощение своего организма, и только тогда отрубаешься, что называется. Как бороться с этим? Вообще я бы посоветовала обратиться к специалисту. К неврологу, ну или лучше к психиатру, потому что чаще всего это просто симптом какого-то заболевания, нарушение сна, которое входит в массу. Опять же повторюсь, это заболевание. Это самая популярная история. О чём это может свидетельствовать? Просто о возбудимости нервной системы высокой? Постоянные стрессы влияют на бессонницу, ксоматические заболевания, заболевания психологического спектра. Это депрессии, какие-то неврозы, которые нам мешают спать. Опять же, социальные наркотики, такие как алкоголь, никотин. И алкоголь, особенно если мы их принимаем перед сном, они очень сильно мешают нам. Плюс несоблюдение гигиены сна также бредно. А что значит гигиена сна? Это, опять же, правильное соблюдение режима сон-бодрствования, обеспечение себе уютной постели, правильный, скажем так, ортопедический матрас и так далее, тёмные комнаты и тишины. Говорят, что нужно спать прямо в тепле, ну то есть, чтобы в комнате было прохладно, а самому человеку было тепло. Так это или нет? Ну, необходимо, чтобы в комнате присутствовал свежий воздух, скажем так, чтобы не проснуться с тяжестью в голове, но, опять же, каждый человек индивидуальный. Каждый человек подбирает для себя те условия, в которых ему хорошо спать. Да, например, есть история, что в Германии в спальнях вовсе нет отопления, они спят просто под огромным количеством одеялок, и тем самым говорят, что они такие молодые всегда, бодрые, задорные и спят в прохладной комнате. Ну, если это действительно их устраивает, то почему нет? Да, так что, друзья, не придумывайте себе всяких стереотипов. Если вам комфортно так спать, то спите, ради бога. Расскажите, Анастасия, как приучить ребёнка к правильному графику сна? Как сделать так, чтобы ложился по часам, вставал по часам, но ещё и в обед вовремя засыпал? Ага, ну, на самом деле, это большая проблема, хотя считается, что для дошкольников дневной сон индивидуальный. Обязательно, прошу прощения. Если где-то до двух лет, до трёх лет, это полтора, два с половиной, три часа, то после трёх до семи, это полтора-два часа. Ребёнку нужно установить точный постоянный режим, то есть засыпание и просыпание. А днём, наверное, просто ещё поддержать своим примером. То есть не приказывать ребёнку, вот иди спи, ложись, а лечь с ним рядышком, почитать ему книжку. Не обязательно с ним рядом засыпать, но переключить его с игровой деятельности на более спокойную, и ребёнок, скорее всего, уснёт. Ну, а если вы вдруг уснёте вместе с ребёнком, пользуйтесь моментом, наконец-то и днём высунетесь. Да, если вы молодая мама, если вы это не уснёте. Вот что касается установить чёткий режим сна, то есть понятно, что ребёнку можно объяснять очень долго, что время спать, ложиться с ним рядом, читать ему книжку. Но будить ли его по часам или нет? Или если ребёнок спит, то пускай просыпается сам? Предположим, время уже там, вот сейчас, да, там, половина девятого утра примерно. И, ну, там, понятно, что ребёнок уже спит довольно-таки долго. Он спит там с девяти часов вечера, это уже почти двенадцать часов. Стоит ли его будить или ждать, пока проснётся сон? Ну, если ребёнок лёг вовремя, и у него было достаточное количество снов, отвечающего потребностям, то лучше всё-таки ребёнка разбудить, иначе это будет пересып, избыточный сон, который грозит всё-таки дальнейшими капризами, потом нарушением засыпания, и ребёнка будет очень сложно успокоить. Ну, вот, кстати, у ребёнка есть, да, такой параметр, как переспать, а у взрослого? Встречается ли он в сегодняшних реалиях или нет? Да, очень часто. Вообще считается, что избыточный сон – это более десяти часов. Естественно, иногда он нужен при переутомлении, некоторых заболеваниях, когда действительно нужно время на восстановление. Но для здорового человека избыточный сон скорее влечёт негативные последствия. Мы, если очень долго, постоянно мы пересыпаем, то мы скорее проснёмся с тяжёлой головой, с головной болью, и будем абсолютно вялыми, нервоспособными. Не отдохнувшими, а наоборот, как бы перегруженный организм, и тяжело будет потом весь день. Да, и считается, что регулярный избыточный сон даже может провоцировать некоторые заболевания, типа сахарного диабета, ожирения, депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний. Вот это ничего себе. Да, это серьёзно. Есть такое мнение. Я полагаю, что многие в нашем городе, когда не высыпаются, бегут в ближайшую кофейню для того, чтобы взять себе чашечку кофе, взбодриться и сказать, ладно, я не поспал, но зато вот что-то там кофеин как-то сработал в моём организме, я чувствую себя бодрым. Скажите нам, как специалист, можно ли каким-то образом после сна, например, не самого качественного, но при этом приемлемо, например, 5 часов, ну или 6 для тех, кому этого недостаточно, взбодрить себя? Как себя поставить на ноги и заставить идти делать свою работу и делать этот мир лучше? Ну, наверное, всё-таки стоит резко не вскакивать, потому что от этого будет плохо. Дать себе время, чтобы организм перестроился с режима сна на сон, на режим бодрствования. А так, ну, можно создать какие-то себе ритуалы. Кому-то помогает контрастный душ, кому-то горячий, кому-то холодный, ну или совместно. Кому-то действительно кофе и вкусный заработок. Ой. Да, заработок тоже неплохо. Вы сказали, мотивирует людей, вы сказали, стою. Завтрак, а кому-то пробежка и физически какие-то упражнения, если на это хватает. У вас какие ритуалы? Чем вы пользуетесь? Горячий душ, кофе, что-нибудь вкусненькое и сладенькое. То есть порадовать себя с утра? Безусловно, обязательно. Замечательно. А вот у нас есть вопрос от телезрительницы от Анны. Она спрашивает, если ребёнок днём спит 3-4 часа, это много? Какой возраст ребёнка? Ну, вот не уточняйте. Как я уже говорила, старше 3-х лет, потребность где-то 1,5-2 часа. Если ребёнок спит 3 часа, то вопрос возникает, сколько длится его ночной сон, хватает ли ему. Возможно, он просто пытается добирать. То есть, может быть, он ложится к 12 ночи, и поэтому днём досыпает. Да, возможно. Но нужно смотреть на индивидуальные потребности. Если ребёнок столько спит, но при этом ночью ложится без проблем, то дайте ребёнку поспать. Потому что он просто соня, и ему это нужно. Да, значит, ему это нужно. А вот скажите, какие подготовительные какие-то мероприятия должны быть перед сном, для того, чтобы войти в сон благотворно, чтобы он хорошо повлиял? Ну, исключить социальные наркотики, как я сказала. Это миф, что алкоголь помогает. Нет, неправда. Кофе, никотин тоже ни в коем случае. Лучше устранить физические какие-то нагрузки перед сном, где-то желательно за 2-3 часа. То есть, поздно вечером в спортзал лучше не ходить? Нам ещё потребуется время на успокоение, потому что мы будем слишком разогреты, разгорячены. Лучше выключить телевизор и просто почитать какую-то приятную книгу. Вот опять же, почитать приятную книгу, используя какие-то гаджеты, или почитать её всё-таки в бумажном носителе. Или в данном случае влияние гаджета, ну, то есть света какого-то, который излучает дисплей, не имеет значения? Считается, что всё-таки лучше с книжкой полежать. С бумажной. Хотя мне это не мешает. Так, в общем, друзья, надеемся, что даже когда стрелки переведут, вы сможете быстро подстроиться под ситуацию, найти специально свои какие-то ритуалы, которые помогут вам легко и заснуть, и проснуться. Ну и самое главное, как мы поняли, сделайте всё, чтобы ваш сон был максимально качественным, для того, чтобы избежать различных неприятных последствий. Спасибо вам большое, что этим утром вы пришли к нам. Кстати, мы не спросили главного, вы сегодня выспались? Честно, нет. Компенсируйте недосыбный обеденный перерыв. Обязательно. Друзья, мы желаем всем доброго утра. У нас в гостях сегодня был врач-психиатр областной клинической больницы Анастасия Одинокова. Вам спасибо большое, хорошего дня. А мы вернёмся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь на Саратову 24.